всем привет надеюсь вы прекрасно провели майские каникулы а вот я никак не могла дождаться встречи с вами и наконец долгожданная сегодня среда в эфире программа передача с вами я кристина кольева и ближайшее время будем говорить исключительно про спорт погнали и по традиции футбольные новости конец сезона для нашей алании оказался сложным и насыщенным это еженедельные матчи в национальной футбольной лиге а также битва за кубок россии при том чем ближе к полуфиналу тем волнительные последние пять матчей к сожалению закончились не в нашу пользу после игры с зенитом и фееричной победы была ничья с оренбургом тогда мяч не настиг ни одни из ворот 0-0 затем было 2-2 с акроном в этой игре выделился наш владимир хубулов он оформил дубль а в 36 туре национальной футбольной лиги мы подарили три очка нижнекамскому нефтехимику 5-2 в этом матче кстати тоже дублем отметился владимир хубулов послушаем комментарий спартака артуровича ну провалились надо так сказать конечно было очень много моментов это первая игра по которую мы реально по игре проиграли поздравить соперника в принципе готовились знали что бегут два нападающих может быть мои ребята стали заложниками моей все таки такой так сказать тактики которая подразумевает игру в прессинг и сегодня мы провалились конечно наверное все таки моя вина первостепенная потому что я ставлю состав я смотрю как играет команда и сегодня было очень много моментов у команды соперника они реализовали еще многое не реализовали там заслуженная победа мы двигаемся дальше но тут все понятно из гонки за выход в рпл мы выбили и даже если бы ребята собрали все силы в кулак и попытались выйти в стыке нас бы до них просто не допустили через это мы уже проходили в прошлом году ну а далее нас ждал важнейший матч с московским динамо за выход финал кубка в этот день с нашими футболистами были тысячи красно-желтых сердец по всему миру у каждого из нас свой собственный путь и никогда не знаешь заранее где ты окажешься и куда тебя приведет жизнь мы часто бываем одному за тысячи километров но где бы мы ни были мы все равно рядом и кое-что всегда остается с нами нас всех объединяет любовь любовь своей родине любовь своей истории любовь к алании и давайте все объединиться и пройдем оба это испытание и мы это сделаем нет ничего сильнее чем совместное стремление каждый из нас рядом с вами ведь мы алания я люблю эту команду за яркие эмоции за самоотверженность и за искренние переживания главного тренера мы надеемся мы верим мы поддерживаем только башни только победа парни знаете мы болеем за вас во всем мире вместе ever甚麼ales следуй вперед, за мечтой за вами тысячи красно-желтых сердец про всей play вперед брать Алания навсегда Алания навсегда Аланья навсегда Аланья навсегда Аланья навсегда Ира Таражма Алания навсегда Алания навсегда Алавия навсегда! Алавия навсегда! Ирина Тарасма! Алавия навсегда! Стоит ли говорить об итогах и их причинах, даже не знаю, но все же. Буквально за день до матча в соцсетях Алании появилась новость о том, что Батрас Хадарцев на тренировке получил серьезную травму и ему предстоит операция. Ребята в начале матча вышли в футболках с его фотографией и словами поддержки «Батик, мы с тобой». Верим, что в следующем сезоне ты вернешься в строй и мы еще поборемся за выход в Премьер-лигу. Помимо Батика в составе мы не наблюдали Владимира Хубулова по состоянию здоровья. Хэток Кочиев все еще дисквалифицирован. В общем, состав Барсов у вас на экране. Сразу видно, команде Гогниева придется ой как не сладко, но стоит попытаться. Тем более все билеты на наш сектор были раскуплены еще за день до матча. Игра «Динамо» Алания уже незабываемая. Она собрала самый массовый гостевой сектор в истории Алании. Весь первый тайм наши ворота прессинговали. Мы так и не смогли организовать опасные моменты у ворот москвичей. В итоге гол от знаменитого Смолова и на перерыв мы уходим со счетом 1-0. Второй тайм и сразу тройная замена. Вместо игравших Эльдорушева, Засеева и Хугаева на поле вышли Машуков, Гергобяни и Цараев. Но усиления не помогли. Через пару минут в наши ворота залетел второй мяч. Отыграться бы, но тут мы остались без Давида Шавлохова. Его грубая игра. Красная и мы снова остаемся в десятером. И разгромный гол нанесли «Динамовцы» по нашим воротам. 3-0 именно таким остается счет до конца матча. Слово Спартаку Артуровичу. У «Динамо» у команды было очень много моментов. Могли больше реализовать и забить больше мячей. К сожалению, то, что хотели, сказалось усталость. Сказалось искусственное поле, переход. Потому что с «Энелем» на искусственном поле и тренируемся, играем и готовились. А здесь немножко другой отскок. Поэтому немножко было тяжеловато нам. Особенно первый тайм. Второй тайм все-таки раскрепостились, уже перестроились. Даже начали перехватывать инициативу. Ну и курьезный гол. Психологически уже было тяжело. Потом еще курьезное удаление. К сожалению, сложилось как сложилось. Проиграли игру. Хочется поздравить команду «Динамо» с победой и с выходом. Травмы, болезни, дисквалификации ведущих игроков, маленькие перерывы между играми, переход от искусственного поля к натуральному, конечно, сыграли свою роль. Но не стоит опускать руки. Идем дальше доигрывать сезон. В тот же день в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Алания навсегда», снятый к столетию клуба. Документальный фильм охватывает важнейшие вехи в истории Алании. С начала прошлого века, когда футбол в Осетии только-только зарождался, до возрождения новой Алании. Съемки проходили в Москве, Владикавказе, Узбекистане, Грузии, Бразилии, Испании и Швейцарии. Мы все с нетерпением ждем выход фильма. А уже в воскресенье «Алания» провела домашний матч с ротором. Состав барсов у вас на экранах. Хубулов все еще не в строю по состоянию здоровья, а Хета Кочев еще дисквалифицирован. Шестая минута. Гости получают право на пенальти и реализовывают его. Редко меняем игроков в первом тайме, но тут 36-я минута и двойная замена. Хосонов и Машуков вышли на поле вместо Цараева и Гурциевом. На перерыв мы уходим, уступая. 1-0. Второй тайм и еще две замены. На поле появились Хабалов и Бутаев, ушли Кобесов и Сосранов. Но безрезультатно. На 63-й минуте Ильдарушев сменил Григорьева, но опять безопасных моментов. Матч окончили со счетом 0-1. Кажется, это было четвертое поражение подряд. Спартак Артурович, вам слово. Понятно, проиграли. Конечно, второй тайм вообще великолепный был. Не забили, не зашло. Там и угловые, не зашло бывает так. Ну, надо причину искать, конечно же. Во-первых, в себе. Ну, а смысле какие были? Все-таки ребята, многие не восстановились после игры. Да, и мы должны ротировать состав, мы должны были посмотреть. Тем более, сегодня знали уже, что Хабаровск как бы четвертый. И мы решили все-таки ротацию провести. Во-первых, чтобы ребятам дать, которые меньше играли, игрового времени было поиграть. А во-вторых, ротировать и людей не хватает. На самом деле не хватает на 90 минут, потому что график очень тяжелый. И, ну, в принципе, сложилось. Нам забили гол вообще из ничего. Я все прекрасно понимаю, мы все анализируем. Мы понимаем, где у нас проблемы. Но пока что решить их не можем. К сожалению, проиграли. Второй тайм зачетный. Могли забить голы, штанги, еще остальное. Вратарь там опять сейвов парочку выручил. Ну, значит, мы наигрываем на то, что уже психологически даже ребята выхлощены. Дальше нас ждет последний матч сезона с футбольным клубом «КамАЗ». Его мы тоже проведем дома. Давайте не опускать рук, покажем красивую игру и одержим победу. Даже если от этого в таблице уже ничего не изменится. В прошлом году горы Осетии лицезрели марафон в исполнении немарафонцев. Этот год не будет исключением. Второй спортивный марафон «Богал» пройдет 29-30 мая. В первый день ребятам предстоит кросс на Сапицкой. Отжимания, приседания с прыжками, подтягивания и куда же без пресса. А вот во второй день самое интересное. Кросс на дистанцию 25 километров от Зуарикао до Фиагдона. Победители и призеров ждут денежные вознаграждения. Регистрация вовсю идет, так что торопитесь. Вот тут оставлю ссылку на соцсети и номер телефона, по которому вы можете оставить заявку на участие. Мы, конечно же, не можем пропустить столь важные события и обязательно расскажем вам про результаты марафона. В Санкт-Петербурге 12 мая состоялся первый профессиональный турнир «Петербургский вызов» среди дюдаисток старше 18 лет. Весовой категории 70 килограммов не дала усомниться в себе самый титулованный участник соревнований, олимпийский призер «Токио-2020» Мадина Таймазова. Уверенно пройдя турнирную сетку, она вышла в финал с чемпионкой России Яной Поляковой. Мадина повела в Азаре, сделала пару попыток в партере и, сохранив преимущество до финальной сирены, по праву одержала первое место. Алана Алборова завоевала серебро в весовой категории свыше 78 килограммов. Поединки за бронзу в наилегчайшем весе Ирина Хубулова одержала победу. В Арзамасе 12 мая состоялись командные соревнования по шпаге на первенстве России по фехтованию среди женщин. Марина Кисаева в составе команды Московской области стала серебряным призером турнира. В Москве с 6 по 8 мая состоялся чемпионат России по панкратиону. Турнир собрал более 300 участников из 40 регионов страны. Серебряным призером весовой категории до 84 килограммов стал Таймурас Попов. Традиционно во Владикавказе прошли соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Победы. О их результатах и развитии этого вида спорта у нас поговорим с председателем федерации мотокросса РСУ Аллани Вячеславом Хисенко. Вячеслав Евгеньевич, мы знаем, что у нас проходил турнир 10 мая. Расскажите, пожалуйста, сколько человек он вообще собрал, какого масштаба он был и какие результаты у наших председателем? У нас как бы 10 мая традиционно проходит чемпионат нашей республики и первенство. И еще как бы параллельно чемпионат Северокавказского федерального округа среди ветеранов или любителей. На наши соревнования приехало более 50 участников с нашего региона Северокавказского и Южного федерального округа. Много команд, ну, перечислять их там много. И Астрахани, и Краснодарский весь край, и Ставропольский край, ну, много. И нормальные спортсмены, такие титулованные. Так что соревнования были лично командные, команды участвовали. Наша команда в любом случае, как бы, у себя на родине выиграла. Ну, состав у нас хороший, спортсменов был. На втором месте команда «Вертикаль» из города Сочи была. И третье место «Ставропольская команда» из города Светлограда. Это по командам. Ну, и также в личном зачете ребята показали тоже хорошие результаты. В классе 125 кубических сантиметров Лулаев Марк из Алагира стал чемпионом республики. В классе 450 Елканов Ацамас победителем стал. Серхаев Артур в классе Мастерот, кубка СКФО, чемпионата СКФО этапа. И призеров также у нас много. Может быть, какие-то соревнования намечаются? Что-то должно еще проходить? Ближайшие соревнования вообще какие? Ну, у нас сейчас сезон как бы начался. Вот буквально вчера ребята наши приехали с Минвод, с Минеральных вод. Там тоже прошел первый этап чемпионата Ставропольского края. Также наши ребята хорошо выступили там, показали результаты. Результаты, призеры есть, чемпионы есть. И вот буквально вот сейчас, вот в эти выходные наша команда выйдет в Краснодарский край, в город Крымск. Там будет также у них проходить первый этап чемпионата Краснодарского края. Так что сейчас вот постоянно, каждую неделю какие-то мероприятия, какие-то соревнования проводятся. Соревнования в основном выездные, если я не ошибаюсь. Потому что у нас проходит не так много соревнований именно по мотокроссу. Каким образом вообще осуществляется, во-первых, помимо того, что если в других каких-то видах спорта, наверное, самому спортсмену нужно поехать, тут еще и железного друга нужно с собой забрать на дальнюю дистанцию порой. Как вообще это осуществляется? Как финансируется? Ну это очень сложный, как говорится, вопрос. В основном финансирование происходит за счет спортсменов. За счет спортсменов, и вот, как я уже сказал, у нас есть единственный пока спонсор Кадохов Аркадий Кириллович, который нас спонсирует, проводит соревнования здесь местные. Ну и иногда где-то на выезд нас финансируют. Также еще есть Кавдаламид, поддерживает Агузаров. И возим технику. Конечно, ехать самому спортсмену, еще плюс вести технику, это очень накладно. Во-первых, техника сама дорогая, плюс дорога, плюс питание, проживание. В общем, вид спорта дорогой. И как бы на уровне нашей республики, я бы не сказал, что он там финансируется нашими руководителями в полной мере. Что-то дают когда-то на крупные соревнования, чемпионаты России, там, когда мы проводим. Кстати, у нас в этом году будет в октябре месяце чемпионат, первенство и Кубок России по мотоциклетным гонкам эндуро. Да, есть такой вид еще. Вот на октябрь месяц мы планируем проведение. Министерство спорта нас поддержит. Как бы он в календаре во всероссийском стоит. Единый календарный план России, Министерство спорта. Так что, думаю, здесь-то помощь какая-то будет. Вы заговорили о том, что оборудование вообще дорогостоящее. Вообще в среднем, если так, сколько за год обходится, в какую сумму стоит обслуживание оборудования? Ну, если считать, что мотоцикл сейчас на данный момент полтора миллиона стоит, то обслуживание, просто на тренировку выехать, вот просто на тренировку купить бензин и заправить масло, у кого там мешается с бензином, у кого в двигатель заливается, это меньше двух-трех тысяч минимально, это на человека. Ну, а плюс командой выезжаешь, это набегает сумма хорошая. Это не считая запчастей. Резина сейчас, допустим, задняя покрышка стоит от 10 до 15 тысяч. Ну, и передняя также. Самые такие ходовые части, вот цепь стирается, звездочки. Ну, цены очень большие. Как бы такой вид спорта дорогой. В общем, мы можем с хоккеем, да, посоревноваться? Да. Синее вида спорта, может, и подороже будет. У них там хоть майку взял, штаны там, клюшку, а здесь еще и мотоцикл, еще форма-то тоже спортсмена нужна. Вот наша форма, допустим, вот висит, тут шлем один 50 тысяч стоит. И он недолговечный? Ну, вообще по правилам спорта положено, один раз ты упал на мотоцикле, ты уже на этот шлем как бы не должен уже одевать. Ну, у нас ездят до упора пока и падают, и ездят, потому что очень дорого стоит, и как бы менять каждый раз это накладно. Где у нас есть трассы, где проходят тренировки у ребят? У нас в республике, ну, взять, вот, допустим, наш вот этот мотодром, который Аркадий Кириллович Кадохов, его ведомстве находится, мотодром. Есть хороший мотодром в станице Архонской, также сейчас вот на данный момент в городе Алагире еще мотодром, но это который действующий. Ну, помимо этого, у нас еще были два мотодрома, вот в Санебе, хорошие мотодромы там, но сейчас в последнее время перестали ездить. И было в Зильге, за Бесланом тоже хороший мотодром, ну, как бы там сейчас газ протянули, и нам запрещают там выступать. Вот, пока вот три действующих таких нормальных мотодрома. Когда приходят какие-то новички, есть какие-то занятия именно, как секция мотокросс у нас существует? Это тоже проблемный вопрос, опять же, все упирается в технику. Вот, желающих очень много, очень много. Кстати, хочу сказать, что вот мы находимся сегодня вот в месте, вот это вот можно назвать клуб или там организация, собравшая любителей спорта. Это прокат, прокат экстремальных видов спорта вот здесь вот, экстремальное вождение. Открылись здесь вот на территории мотодрома, так что он, конечно, там что-то стоит. Ну, по крайней мере, любой может прийти, взять мотоцикл и вот на нашем мотодроме поездить, по своей силе попробовать, научиться экстремальному вождению. Ну, какой, что он хочет. Если хочет серьезно заниматься спортом, потом он может из этого перейти как бы уже в профессиональный спорт. А так, в основном, у нас все спортсмены сами покупают мотоциклы за свой счет и начинают заниматься. Или спонсоров где-то. Я уже сказал, что мотоциклы очень дорогие, без спонсоров, конечно, очень тяжело. И в основном, я вот как бы сказал, это переходит у нас все дети наши ездят. Вот всех спортсменов взять, все дети начинают вот именно спортсменов ездить. А потом уже как бы со стороны смотрят все и приходят желающих очень много. Просто, ну, все упирается вот в технику, в форму, финансовые, короче, затраты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА